В Люберцах состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. На этот раз в работу взяли обращение людей, которые проживают в центральной части города. Как известно, сейчас там проходит реконструкция самой крупной магистрали округа – Октябрьского проспекта. Тему продолжит наш корреспондент. Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Смирновская – так называемый крест. Центр города и участок с самым интенсивным движением. Сейчас, чтобы перейти с одной стороны на другую, пешеходам приходится преодолевать целый квест. Причиной тому – затягивание сроков строительства подземного перехода. Подрядчик обещал сдать объект к концу прошлого года. Но пока эта территория остается большой строительной площадкой. Напрягает отсутствие переходов, потому что действительно, так бы дети у меня со двора перешли бы дорогу, и как раз в первую школу бы отправились, а то им приходится три раза переходить дорогу, а это время и это опасно. И бегаем кто как, как зайцы, по-другому не скажешь. Сломать-то сломали, а делать, строить что-то будут, и деревья возводить хотя бы. Ну, все снесли, вы же видите. Чтобы детям перейти с той стороны в первую школу, они тратят по 15 минут времени на пешеходном переходе. Светофор так работает. На встрече в формате выездной администрации у жителей была возможность высказать свое недовольство и получить ответ на главный вопрос – когда завершится большая стройка на Октябрьском проспекте. Сейчас ведутся работы по строительству пешеходного перехода, по завершению строительной части пешеходного перехода на улице Красная. Там монолитные работы на стадии завершения. Это в планах этот пешеходный переход завершить к концу лета полностью с отделкой и со всеми инженерными коммуникациями, предусмотренными в этом переходе. Второй пешеходный переход у нас находится на пересечении Октябрьского и Смирновской улицы. На той неделе была согласована схема ГИБДД для перепуска движения для строительства. В середине июня планируется приступить к работам. Второй будет в конце года. Уложиться в эти стройки пообещали и главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову. У жителей есть претензии к благоустройству территории у новой эстакады. Незавершенные работы доставляют неудобства и портят облик города. Вам говорили, вашим сотрудникам 25 раз уже. Про газон, про тротуар, который нужно восстановить, про доски, которые нужно убрать, про поддоны, которые уже тут второй год лежат на колодцах, с ними ничего не происходит. Жители задают вопрос по той стороне дороги, у моста, у мостового сооружения. Он вообще безобразие. Благоустройство отсутствует. Все заборы исписаны, разбиты. Обманули с переходом. Задача была до 1 января открыть. Клятвенно обещали. Хотел к Новому году открывать. До сих пор никакого перехода нет. Ждут, когда кого-то задавят, что ли. В присутствии жителей и представителя дирекции дорожного строительства руководитель подрядной организации пообещал привести в порядок территорию в течение двух недель. Все вопросы, связанные с реконструкцией Октябрьского проспекта, глава округа держит на особом контроле. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.